Не ищем легких путей, но сложных тоже не ищем. Находимся где-то между принцем и нищем. Находимся где-то между водом и райом. Собирая урожай на своем участке, Лена Паульс, он обнаружила пропавшее 16 лет назад обручальное кольцо. Сквозь него проросла морковка и колечко выдернулось на поверхность вместе с корнеплодом. Стил вырос без матери и в течение многих лет пытался ее разыскать. Оказалось, при наведении справок он неправильно указал ее фамилию. Найти маму помог случай. Стив устроился работать в один из магазинов крупной сети супермаркетов и рассказал о своей проблеме начальника. Тому фамилия разыскиваемой матери показалась знакомой. Как выяснилось, мать Стива работала в той же сети супермаркетов, что и сын, только в другом магазине. Покупая лотерейный билет, Вирджиния всегда выбирала номер билетов по одной и той же схеме. Цифры на них означали, сколько лет ее родители провели в браке, а также их возраст на момент свадьбы. В 2012 году она нечаянно платила сразу два лотерейных билета с одинаковыми числами. В результате каждый принес ей выигрыш в миллион долларов. Цутому Ямагути является единственным человеком, который чудом пережил оба ядерных удара по Японии. Он был в деловой поездке в Хиросиме в тот день, когда был совершен ядерный удар, эпицентр которого пришелся на место в трех километрах от того, где находился Цутому Ямагути. Мужчина получил серьезные ожоги, однако через три дня вернулся на свое рабочее место в Нагасаки, по которому была произведена вторая смертельная бомбардировка. Когда корабль, на котором Харрисон исполнял обязанности Кока, начал терпеть крушение, мужчина находился в туалете и не смог вовремя покинуть судно. К счастью, матрос сумел быстро сориентироваться и переместился в машинное отделение, где образовался воздушный мешок. Спасатели сумели обнаружить затонувшее судно лишь через три дня. И Харрисон оказался единственным выжившим из 12 членов экипажа. На этой фотографии продавец магазина, который первый раз продал Джоан Кинтер счастливый билет, принесший девушке 5 миллионов 400 тысяч. Десять лет спустя Джоан выиграла 2 миллиона, еще три года спустя 3 миллиона. И, наконец, в 2008 году девушка сорвала джекпот в виде 10 миллионов. В 1971 году Джулиана Кепке летала на самолете, который потерпел крушение над джунглями Амазонки. 17-летняя девушка выжила после падения лайнера, отделавшись переломом ключиц и многочисленными ссадинами и порезами. После аварии девушке пришлось еще несколько дней блуждать по джунглям среди диких животных, пока ее не спасли местные лесорубы. Джулиана единственная, кто выжил в той катастрофе. Профессиональный голландский велогонщик Мартин Де Йонг бронировал себе места на оба печально известных рейса малазийских авиалиний и от обоих полетов отказывался в последний момент. Один из малазийских Боингов исчез в марте прошлого года над водами Индийского океана, а другой был сбит летом 2014 года. Реш Мапегум работала швеей на одной из фабрик в восьмиэтажном здании Раноплаза. После обвала здания она чудом уцелела, но оставалась погребенной под обломками. К счастью, ей удалось обнаружить запас еды и воды и продержаться под завалами целых 17 дней, пока ее не освободили спасатели. Хорватский учитель музыки Франа первый раз избежал смерти, чудом выжив после того, как поезд сошел с рельсов и упал в озеро. Затем он спасся в авиакатастрофе, когда выпал из самолета и приземлился в сток сена, в то время как 19 пассажиров этого рейса погибли. Также мужчина пережил несколько автомобильных аварий. После всего этого удача не покинула его и Франа выиграл почти миллион долларов, купив первый в своей жизни лотерейный билет.